Доброе утро, дорогие братья и сестры, и те, кто не брат и сестра, но слушает это видео. Доброе утро! Давайте продолжать говорить про родословие Христа, которое написано в Евангелии от Матфея, первая глава. И следующий за Авраамом персонаж появляется у нас здесь, Исаак, сын Авраама. Давайте посмотрим, что говорит послание к евреям по поводу него, на что Писание уже Новый Завет, то есть обращает внимание в жизни Исаака. Послание к евреям, 11 глава, 20 стих. Верую в будущее, Исаак благословил Иакова и Исаава. Интересно, что из всей жизни Исаака Бог выделяет именно вот этот момент, единственный. Ну, я думаю, что моментов таких хороших было немало. И переходя, например, в Бытие, читая историю Исаака, который записан в Бытие, скажем так, вот, ну и в 24 главе, здесь описано, как ему брали жену, ну и далее, то есть 26 глава, вот 25 глава и далее. Бытие, здесь описываются истории жизни Исаака уже. Ну, и надо сказать, что человек, он был, с одной стороны, Божий человек, то есть Бог обратился к нему, Бог обращался даже к нему не раз, обращался к нему, говорит, давай, странствуй по этой земле, там, наследуешь благословение Авраама, я тебя благословлю вот за Авраама, за то, что он послушался меня там и так далее. И сам Исаак, на самом деле, он, ну вот, во время, он послушался Богу, кстати говоря, Бог ему говорит, не ходи в Египет во время голода, он не пошел в Египет, он странствовал по земле, которую дал ему Бог, ну, который до этого Аврааму Бог обещал, и по которой Аврааму сказал странствовать, говорит, и ты по ней странствуй. Странствовал, послушался. Исаак вел себя, ну, достаточно смиренно, то есть мы видим, что, ну, видимо, человек такой он был, то есть я всегда удивлялся, почему, когда Авраам ему его связал и положил на жертвенник, почему Исаак ничего не делал, вот, ни словом, ни по словам тоже не обмолвился, мол, а, пап, что происходит вообще? Ну, вот, то есть вроде хотели жертву принести, а тут меня кладут на жертвенник, что-то я не понял, вот, то есть не тогда он не сказал ни словом, ни по словам, и вот мы видим дальше его вот этот характер проявляется, когда, например, он стал, написано в Библии, он стал великим, он стал очень богатым человеком, живя в той земле, и там какие-то оболтусы засыпали колодцы, вот, то есть выражая отношение свое вот к этому человеку, он не стал с ними драться, бодаться, хотя, я думаю, он мог бы нанять каких-нибудь головорезов и разобраться с ними, он не стал с ними бодаться, он, как бы сказать, он просто отошел в сторону, выкопал другой колодец, когда тот засыпали, он отошел в сторону, выкопал третий колодец, ну и так далее, то есть он искал мира на самом деле, вот, искал мира и не хотел ссор, вот, и бог поддерживал его на этом пути, и в конце концов все закончилось хорошо, те люди, которые его гнали, они пришли заключать с ними союз, то есть они клялись, очень серьезную клятву произнесли, то есть они стали друзьями, вот, но тем не менее вот этот момент произнесения благословения, он был весьма такой, ну на что ссылается писание, он был такой весьма спорный, вот, исследователи говорят, что, что когда вот он ослеп, ну или там написано зрение его притупилось, это означало, что именно притупилось его духовное зрение, что-то он как-то ослаб именно духовно, и именно поэтому вот это вот благословение, которое он произнес, вот, вернее, вся история благословения, она выглядит как-то немножко странненько, вот, лично для меня, для моего восприятия, вот, то есть, во-первых, он решил, что он помирает, хотя после этого он прожил еще 20 лет, это мне очень напоминает наше мужское поведение, когда у нас температура 37,3 начинается, 37,5, все, это смерть, вот, я вот сейчас, вот, когда был суббота-воскресенье, когда ветрянка у меня начиналась, вот, я думал так же, все, пора писать завещание, а температура была точно такая, 37,3, 37,5, она у меня колебалась там вверх-вниз, чувствовал себя пресквернейшей, думал, все, пора писать завещание, в общем, вот, то есть, вот, похоже, что-то, ну, я, конечно, шучу немножечко, вот, но написать завещание и потом прожить 20 лет, вернее, произнести благословение, это, в общем-то, и было как завещание, произнести благословение и прожить после этого, объявить, что ты помираешь и прожить 20 лет после этого, ну, не знаю, потом сам способ, который избрал Исаак, произнести благословение, обратите внимание, в Бытие написано, что, когда Исаак составился, притупилось зрение его, это 27 глава Бытия, он призвал старшего сына своего Исаава и сказал ему, сын мой, сказал, вот я, я составился и так далее, приготовь мне к ужине, которое я люблю, принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели умру. Что за странный способ, да? То есть, ты принеси мне еды, которую я люблю, я поем и благословлю тебя, то есть, ему станет хорошо, хорошо, его там развезет, да, разомлеет он, и он на этой волне, я его тебя благословлю. Ну, немножко странная вещь, передавать духовные благословения, потому что очень много я вижу здесь аспекта душевного такого. То есть, мне будет хорошо, ну, я тебе там наговорю что-нибудь хорошего. Ну, не знаю, то есть, тоже так себе согласитесь, вот способ, ну, да, способ расположить себя к человеку, то есть, какой-то недуховный. Вот, ну, и, соответственно, то, что он не узнал Исаака, ой, то, что он не распознал, не отличил Якова от Исаава, ну, это тоже свидетельствует, видимо, о его духовной слепоте, вот. Но Бог использовал этот момент, я имею в виду, вот эту духовную слепоту, чтобы правильно благословение было произнесено, чтобы оно было произнесено все-таки тому человеку. Вот, и, извините, и когда уже обман был вскрыт, когда уже все все поняли, вот, вот здесь вот уже начинается интересный момент, потому что, потому что, когда Исаак, Исаак понял, что его обманули, он, во-первых, сказал Исааву правильное благословение, как написано в послании к евреям, он благословил того и другого, то есть, но это произошло уже только тогда, когда все вскрылось, то есть, понимаете, вот, когда уже все вскрылось, весь обман, когда его уже вот эта слепота, ну, когда, короче говоря, вещи встали на свои места, когда он уже прозрел, в общем-то, условно говоря, да, да, образно говоря, прозрел, он уже все понял, и он таки вспомнил то благословение, которое он должен был произнести. Я имею в виду, вернее, я думаю, он вспомнил то, что Бог сказал Ревеке, потому что он Ревеке ясно сказал, что меньше будет господствовать над большим, вот, из чего он должен был сделать все-таки вывод и благословить младшего сразу же, без вот этих вот всяких вот кушаний там, без и так далее, то есть, он должен был послушаться Господа и в этом, и должен был произнести правильное благословение на правильного человека, то есть, на Иакова, вот, но я думаю, что, ну, как бы он понял свою ошибку, понял, и уже потом, после этого, он произносит благословение Исаву правильное, но спустя некоторое время он призывает и Иакова тоже, и произносит на Иакова уже то благословение, которое он должен был произнести, что это именно, вот, он говорит, Бог всемогущий благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, чтобы тебе и потомству твоему с тобою наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Авраама, вот, то есть, но благословение Авраама заключалось в двух вещах, потомство, вернее, завладеет землей, и будешь, ну, через тебя придет благословение многим народам, будешь благословение многим народам, то есть, это вот благословение Спасителя, то есть, вот, он даже о втором не упоминает, но мы видим, что все-таки, все-таки, когда он поблагословлял первый раз, он тут говорит, да послужит тебе народа, племена там и так далее, даст тебе туха земли, но он ничего не говорит про вот это вот благословение Авраама, он про него забыл просто, хотя задача вот этих вот патриархов была передать вот это вот благословение, передать, ну да, благословение Авраама все-таки от отца к сыну, вот, вот, но, смотрите, он, когда все вскрылось, у него мозги встали на место, он понял, что произошло, и он таки вспомнил об этом благословении, он призвал Иакова, своего младшего сына, и уже сказал ему то, что он должен был ему сказать, вот, уже вот вера у него немножечко, уровень веры подпрыгнул вверх, вот, и, в общем-то, он сказал, он сделал все правильно. Я думаю, что это очень похоже на наши жизни, я имею в виду на тех людей, которые верующие, вот, потому что и в нашей жизни тоже бывают и хорошие моменты, и плохие моменты, и вот это вот мне напоминает жизнь, немножечко, немножко напоминает жизнь такого вот человека праведного, но который вот что-то куда-то там заблудился немного, вот, не совсем там грешник стал, да, на пропалу и такой, но, тем не менее, он заблудился, заблудился, и вот в этом своем заблуждении делает косяк, какой-нибудь такой, знаете, крепкий косяк, и потом вдруг он понимает, это было как точка, да, как какой-то предел, до которого человек доходит, Господь его устанавливает, и вот этот вот грех, как бы это странно ни звучало, ну, я думаю, что вот это вот раскаяние из-за греха, не сам грех, потому что грех ослепляет, но вот это раскаяние, которое идет после осознания того, что человек сделал, оно открывает глаза на реальность, и ты понимаешь, елки-палки, ты понимаешь, видишь, начинаешь видеть себя в истинном свете, свои дела в истинном Божьем свете, и приходит вот это вот хорошее покаяние, доброе покаяние, осознание того, что произошло, и уже, собственно, желание вернуться на путь Божий. И вот, видимо, ну, это мое восприятие, поймите правильно, то есть я не претендую на естину в последней инстанции, но, насколько я вижу вот эту вот ситуацию, похоже, вот именно это и произошло. То есть он, раскаившись, осознав реальность, он все-таки под конец, но в конце жизни делает то, что он должен делать. Он делает правильно, он произносит это благословение правильно. Вот. И, повторюсь, в нашей жизни так бывает, что мы спотыкаемся обо что-то, мы делаем неправильные вещи, потом осознаем это, раскаиваемся, приходим к Господу и начинаем делать правильные вещи. Вот. И вот это очень важно. Это очень важный момент. Потому что Господь говорит, что Он не хочет смерти грешника. И когда мы понимаем, что мы зашли не туда, важно осознать и вовремя вернуться. Без всяких там слов, без всяких вот этих, вот знаете, театральных там постановок, в смысле, что, ах, я так уже далеко от Бога, Бог меня не примет, Бог меня теперь не любит. Вот. И люди как на меня посмотрят и так далее. Вот. Не надо вот этого театра всего. Вот. Надо просто прийти к Господу и сказать, Господи, согрешил, каюсь, восстанови меня, пожалуйста. Вот. И Господь силен это сделать, Господь милостивый и силен восстановить нас. Поэтому, я думаю, что вот жизнь Исаака для нас вот в этом пример, хотя, например, еще во многих местах, повторюсь, и в его кротости, и в его, в общем-то, послушании, которое, несомненно, было. Но вот этот вот момент очень важный. Вовремя осознать свою беду, свою проблему, свой грех. И раскаяться, и встать на путь исцеления, на правильный путь. Вот. И позволить Господу восстановить жизнь, восстановить реальность такой, сделать ее такой, какая она должна быть в его плане. Вот. Не умножать греха. Поэтому вот такое наиздание на сегодня. Давайте держаться, Господа, давайте прибегать к Нему, а не уходить от Него. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, вовремя останавливаться в неправильных делах, которые, к сожалению, иногда появляются в нашей жизни. Дай нам, Господь, следовать за Тобой, любить Тебя всем сердцем, и позволять Тебе исцелять наши жизни, и вправлять нам мозги, сердце, упорядочивать все, и жить дальше. Благослови нас, пожалуйста, дай нам сил жить с Тобой в воене Иисуса Христа. Спасибо. Спасибо.